Всем привет, ребята! Меня зовут Соня, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня выдался неожиданно выходной день, и я решила провести его с пользой и поехать в тот самый магазин Burlington, про который я вам рассказывала в прошлом видео, где я покупала себе джинсы Calvin Klein за 16 долларов. Возможно, что-нибудь сегодня опять найдется там интересненькое. Оставайтесь со мной и поехали! Смотрите, я зашла, и тут сразу сумки, и вот рюкзачок Calvin Klein, стоит 60 долларов. Очень симпатичная, за ним еще какой-то, но не такой красивый, этот более симпатичный. Вот рюкзачки Tommy Hilfiger за 30 долларов. Они небольшие, но достаточно симпатичные. Да? Думаю, вот еще такой есть. Тоже 32 доллара. Как вам? Давайте вот посмотрим сумка Michael Kors, стоит 119 долларов. Но на самом деле на камере она красная, а в жизни она... Ой, наоборот, на камере она... Да, красная, а в жизни она оранжевого цвета, и мне это не очень нравится. Далеко не ко всему подойдет. Вот сумки GES, ну, желтые, это уж совсем, да? Вот эти, смотрите, такие ретро... Ретро-модель, это Steve Madden. И она стоит 30 долларов. В какой-то одежде определенной очень даже будет миленько смотреться. Смотрите, какая классная такая небольшая сумка GES. Светлого цвета. Давайте посмотрим, сколько она стоит. 30 долларов. Классно. Я бы себе обязательно такую купила. Мне кажется, очень удобная и достаточно вместительная. Она не маленькая. Ну вот. Такая тоже вообще крутая, да? Согласитесь. Не знаю, какой-то Like Dreams. Стоит 24 доллара, но она классная. Давайте откроем, посмотрим, вместительна она или нет. Вот, кстати, GES. Смотрите, тоже кругленькая. Да? Сколько стоит? 25 долларов. Смотрите, я ее открыла, и она... Вот, достаточно вместительная. То есть туда телефон, да много что туда вместится. Очень мне нравится. Жесткая такая. Смотрите, из сумок еще вот такая коричневая сумка Michael Kors. Мне кажется, классная. Стоит она еще по скидке дополнительные 65 долларов. Мне кажется, если ручку покороче сделать, очень даже симпатично будет смотреть. Да, такая базовая коричневая сумочка. Смотрите, сапоги Tommy Hilfiger. Я не уверена, что они кожаные, если честно. Стоят 50 долларов. Но такие базовые сапоги, очень даже симпатичные. На повседневную носку, да? Что тут еще у нас? Какие-то гигантские. Есть также Tommy Hilfiger такие же коричневые, вот. Не знаю, какие лучше, черные или коричневые, как считаете. Тоже 50 долларов. Такая же цена. Сейчас еще по обуви пройдемся. Вот сапоги Michael Kors. Но они какие-то, смотрите, уже с потертостями, да? Мне кажется, уже 130 стоит. Он всегда дороже. Посмотрим, что еще тут есть. Если мы говорим о кроссовках. Вот, например, Calvin Klein. 30 долларов. Не совсем, конечно, такие базовые. Но, тем не менее, такие есть. Что еще есть? Посмотрим. На самом деле, тут не супер шикарный выбор. Надо прямо ковыряться, рыться, чтобы найти что-то симпатичное, приемлемое. Смотрите, какие интересные ботильоны. Они все в клепках каких-то. TSM Edelman. И они стоят 80 долларов. К какому-то образу, если только подбирать такие, да? Дальше тапочки Calvin Klein. Ну, не знаю. Такие, да, себе? 20 долларов. На любителя. Особенно красный цвет. Ну вот. Посмотрим тут, что еще есть. Смотрите, что нашла в босоножке. Бородимышка за 30 долларов. Очень классная. Красивая. Все в камнях. Супер. Ну что, пройдемся посмотрим, что тут есть из одежды. Куча всего навешано, надо рыться. Так что ждите. Я должна поковыряться здесь. Ну вот, например, джинсы Calvin Klein за 30 долларов. Такого просто синего цвета. Зауженные книзу. Не знаю, может взять, померить. Как вам? Даже есть кожаные штаны. Не знаю, что за фирма, но стоят они 30 долларов. Кожаные сейчас же в моде. Может быть, из этого что-то можно придумать. Правда? Смотрите, нашла просто обалденские брюки. Alice and Olivia. Стоит 600 долларов. Цвет. Вот просто камера не передает этот божественный цвет. Он такой нежно-голубой. И вот знаете, с коричневой какой-нибудь кофты. И будет очень красиво. Они такие просто прямые, летящие, струящиеся. Я хотела их даже померить, потому что они моего размера. Но смотрите, моего роста просто... Мне вот есть только до груди их дотянуть. Тогда они мне будут нормально. Но они очень крутые. Очень мне понравились. Смотрите, какой я свитер нашла. Это просто прикол. Баба-бам. Максимальный новогодний. 4 доллара стоит. Но это прикол, что они за игрушек навесили. Ну что, наконец-то я набрала все, что могла. Сегодня у меня такой странный лучок. Белые ботинки. Джинсы мам. Вот. И что я взяла? Смотрите. Футболка Getz. Мне почему-то понравилось, что она такая с разводами. Стоит она 10 долларов. Футболка какая-то, я не знаю, зачем я ее взяла. Она мне не очень нравится. Просто нечего было взять. Стоит она 3,23 доллара. Взяла кожаные штаны и джинсы. Нашла вот такую, мне кажется, крутую рубашку. Фирма вот такая. Не знаю, как правильно произносится, но стоит она 70 долларов. И у нее вот такие вот классные рукава интересные. Я решила померить. Хотя бы просто для интереса. Дальше. Пиджак. Пиджак мятый. Но не знаю, мне кажется, он будет интересно посмотреться. Я знаю, вот эта фирма достаточно дорогая. Вот, а стоит он не знаю сколько. Бесценен, потом скажу. Вот, вот такой классный свитер. Мне он очень нравится. Michael Kors. Вот этот цвет, на самом деле, бордовый такой. Хотя он на камере, мне кажется, и есть бордовый. А вот этот нежно-розовый. Не белый. Она просто 30 долларов. Вот это Michael Kors. Не фокусируется. Вот. Вот такое вот я купила. Ой, купила. Хотела померить кофту BCBG. Она была на суперспродаже за 25 долларов. И она большого размера, но я ее хочу померить. И платье Tommy Hilfiger взяла просто для интереса. Ну что, приступим к примерке. Я не знаю, что из этого выйдет. Итак, смотрите. Первый образ. Эти штаны мне оказались кожаные. Вот так. Эти кожаные штаны оказались мне великоваты. Ну, они какой-то непонятный фильм. Я показывала вам раньше еще в магазине. Вот. И вот эта кофта BCBG. Я поняла только, когда померила ее прикол. Поскольку у нее вот такие рукава. Можете себе представить? То есть это как такой халат. Вот. Но, я не знаю, есть какой-то прикол в этом. Наверное, вы должны быть больше, чем я, потому что она мне сильно велика. Хотя это M. Вот. Возможно, что если девушка была бы побольше, то она бы ей была покороче и не так свободна. Вот. Значит, образ номер два. Эти же штаны и кожаные остались. И вот такой вот свитер Michael Kors. Он мне очень нравится. Очень приятный ктенок, приятный материал. И оттенки очень красивые. И лицо. Как я считаю? Не знаю, как вы считаете. Вот. Но мне кажется, мне идет вот этот цвет. И это совсем не портит, эту кофту. Нежно-розовый оттенок только создает контраст интересный. Вот. Я одела, не заправив его. Мне кажется, что так смотрится очень даже симпатично. Рукав я загнула, но можно выправить. Он такой интересной формы тоже. Как фонарик. Значит так. Теперь я поняла, почему эта рубашка так дорого стоит. Потому что она реально прикольная. Смотрите, какие интересные рукава. Необычной формы. Они затягиваются. Вот именно вот в такой максимальной затяжке они мне нравятся. Потому что если сильнее затянуть, то уже будет как будто укороченный рукав. Это выглядит некрасиво. Рубашка из очень приятного материала. Натурального. Это хлопок. Правильный вырез. Правильный воротник. Да. Не как вот у рубашки-распашонки. А именно классическая белая рубашка. Из приятной ткани. Которую можно одеть в офис. Которую можно, не знаю, куда хочешь на выход одеть. Она подойдет и с брюками, и вот с кожаными штанами. Вот. Я ее так заправила, чтобы показать вам длину. Вот. Ну и вообще, мне кажется, так интересно смотрится. Но если еще вот этот цельник убрать, его было бы не видно. Было бы тогда совсем отлично. Также, смотрите, я к этому образу накинула черный пиджак. И это стало смотреться еще так более интересно. Вот. Рубашку заправила. Ну, конечно, тут можно исправить покрасивше. Покрасивее. Вот. Но тем не менее, смотрится очень красиво. Мне нравится. Как вам? Ну что, поговорим. Я перелезала джинсы. Джинсы Келлинг Тайм. В этот раз мы зашли нас, долго раз только затреть. Ну, цвет очень красивый. Очень хорошо сидят. Сзади, на попе. Красиво смотрится. Не как-то там уродную фигуру. Хорошая посадка. Не низкие, не высокие. Такие средние посадки. И футболка вес. Наверное, она будет смотрелась с более светлыми джинсами. Но тем не менее, это такой магазин, где нужно брать просто вес, как говорится. И радоваться. Вот. В целом, футболка неплохая. Приятного качества. И мне нравится расцветка. И вот. Как вам такой образ более расслабленный. Мне кажется, это пример футболки, которую должен носить только продавец в магазине Келлинг Лайн. Она хорошей модели, хорошей ткани. Но вот эта надпись, я не знаю, то ли я просто такая человек, такой человек, которому не нравятся такие надписи. Вообще сидит футболка. Прикольно, классно. Было бы она просто черная и такой маленький значочек, да? Две буковки, но не надпись на всю грудь. Что скажете? Вам нравятся футболки с лейблами фирм? Или... Вам тоже кажется, что это так продавцы должны ходить пока в магазине. Так. И последняя вещь, которую я на сегодня взяла померить, это вот такое платье Tommy Hilfiger. Мне показалось, что она достаточно симпатичного кроя, да? Асимметричный низ. С этими ботинками, мне кажется, очень неплохо выглядит. Вот. Но что хочу сказать. Мне она великовато, хотя это размер двойка, самый маленький. Я так понимаю, что это самый маленький. Но я считаю, что она должна как-то более обтягивающе сидеть. Вот. И ткань такая, что она будет подчеркивать все ваши недостатки. То есть у меня вроде нет сильно большого живота, но здесь он у меня как будто бы есть как будто у беременной девушки на начальных сроках беременности. И видно нижнее белье, очертания. Не знаю. очень относительно все это выглядит. Но я думаю, может быть под пиджак. Сейчас попробую с пиджаком померить. В офис можно надеть. Пиджак, кстати, классный, очень правильный такой длины. Вот. Я не помню, сколько он стоит. 30 долларов всего стоит. Длина очень правильная. Попу закрывает. Тут приталенный. Мне нравится этот пиджак, но, конечно, с этим платьем это из двух разных опер, так скажем. Вот. Хотя с джинсами, я думаю, вот с теми и с кожными штанами выглядело бы, этот пиджак смотрелся бы классно. Вот. Но хотя бы этот пиджак бы прикрывал, может быть, покороче какой-то, я не знаю, прикрывал бы вот это вот животное нежное белье. Как считаете? Слушайте, я прямо бы взяла такой пиджак, давно искала правильно, чтобы на мне сидел и был мне не слишком длинный. А то у меня удлиненные пиджаки там, не знаю, какой длинный обычно. Я маленького роста, потому что... Ну, в общем-то, ребята, чтобы вы понимали, вот так вот сделаю, чтобы вы понимали, я в очках сейчас не просто так, а потому что я их купила, не выдержала. Это Томми Хилфигер, они стоили 10 долларов, и мне кажется, что они мне идут. Как считаете? Извините, конечно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот. И на этой замечательной ноте я хочу с вами попрощаться. Спасибо вам огромное, что вы были со мной, смотрели этот влог и подписывайся на мой канал, ставьте лайки, все как обычно. Пока-пока! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok